Я приведу вам пример, который касается этой темы. Я общался с одним парнем, он учится на инженера, он полагал, что хорошо осведомлен в шариатских науках, что он имеет хорошие знания. И мы обсуждали с ним некоторые серьезные вопросы, в которых он выносил свое умозаключение и высказывал свое мнение. И как-то мы заговорили о запрете спиртного и о запрете распространения опьяняющих напитков среди мусульман и так далее. И я решил преподать ему урок. Я сказал, можешь ли ты прочитать мне один момент, ведь ты говоришь, что спиртное запретно. А то, что спиртное запретно, это однозначно известный факт в нашей религии, без сомнений. Я хотел знать, что он скажет на это, и я ему говорю, сможешь прочитать один достоверный хадис по этой теме, о чем мы сейчас говорим? Ответь мне по поводу этого хадиса, и я открыл ему в ноутбуке через библиотеку Шамиля один достоверный хадис и отключил огласовки с хадиса. Я ему говорю, прочитай этот хадис. И он прочитал, а там было написано посланник Аллаха, будучи в Иртикафе в мечети, сказал Айше, подай мне хамр, то есть вино. Вот так он прочитал слово хамр с фатхой на букве Х, а это вино. Прочитал слово хамр с фатхой на букве Х, а это вино. И он пришел в изумление, удивился, поразился. Как это так? В достоверном хадисе говорится, что пророк попросил подать ему хамр, вино. Притом, находясь в мечети, и просит у Айше подать вино в мечеть. Неужели вино было в доме посланника Аллаха? Я спросил, что ты об этом скажешь? Он начал говорить мне все, что угодно, разные свои мысли и догадки. Что заставило долго смеяться над ним, он считал некоторых ученых и шейхов придворными учеными, других, что они учились лишь в таких-то университетах, или же называл слепыми последователями. Что они не заботятся, не беспокоятся о положении умы, а сам он, бедолага, возомнил себя ученым, которому внушили правильное понимание в подобных вопросах. Я говорю, ну скажи, что ты думаешь об этом хадисе? Я привел ему хадис по данной теме, а он его неправильно прочитал. И в конце концов он сказал мне, скажи мне, шейх, что это значит? Единственное, что я сделал тогда, это просто поставил огласовки. Поставил Дому, огласовку У на слове хамра и получилась хумра. И сказал ему, читай. Он прочитал О Айше, подай мне хумру. Эта одна огласовка стала разницей между двумя словами хамра и хумра, которые пишутся одинаково, но имеют абсолютно разные смыслы. Из-за незнания этой огласовки он не имел никакого понимания и прочитал неправильно, и этой мерзкой ошибки он приписал посланнику Аллаха то, что Аллах запретил всем простым мусульманам, не говоря уже о пророках и посланниках. И даже после постановки правильной огласовки он не понял смысл этого слова в арабском языке. Мы объяснили ему, что хумра — это одеяние, которое одевается при молитве или же молится на ней. Про это и сказал посланник Аллаха, когда попросил Айщу, передай мне хумру.